Я приветствую вас на канале Anybody Play. Меня зовут Семен. И сегодня мы начинаем новое прохождение. И этой игрой будет Deadlight. Свежевышедший платформер. Вышедший эксклюзивно на Xbox 360 в начале августа. Что можно сказать по игре? Игру разработала компания Tequila Works, которая была создана в 2009 году. Это их первое творение. Но надо сказать, что сотрудники этой компании ветераны игровой индустрии. Среди них есть те люди, которые создавали Heavy Rain, Diablo и другие знаменитые серии. Поэтому от игры стоит ждать только лучшего. Хорошие платформеры не часто нас посещают. Поэтому каждый выход подобной игры это маленькое событие в игровой индустрии. Давайте начинать. Посмотрим, чем нас эта игра удивит. Надеюсь, будет немного страшно. Тема игры. Как я понимаю, это апокалипсис. Зомби-апокалипсис. Так модная нынче тема. Давайте начинать. Как акулы. Когда они перестают двигаться, они умирают. Так же, как и ты, Карла. Спасай себя. Сиэтл, 86-й год. 4 июля. Я так понимаю, день независимости в Америке. 145-й день после событий. После того, как Шторм сделал из них сумасшедших. Карла, Карла, за что? Что здесь произошло, Рэнди? Ее везде покусали. Она знала, что не нужно выходить. Это ты убил ее, ублюдок. Это ты ее убил. Она мертва. Что ты сделал? Мы все бы умерли из-за твоей маленькой сестры. Сколько раз я говорил, не-не-не-рассоединяемся. Никогда, значит, никогда. Нам нужно найти военный лагерь. По радио говорили, что это где-то недалеко отсюда. Где-то около 5 миль. Давайте сваливать отсюда, быстрее. Я не оставлю свою сестру здесь. Мы ничего не можем сделать, Стелла. Уходите отсюда. Идите в безопасное место. Я вас там встречу. А мне нужно найти мою семью. Удачи тебе, Рэнди. Я знаю, ты найдешь свою семью. Это было не начало... Это не было началом или концом чего-то. Это просто был еще один день. Как и многие другие. Мир умирал. А мы были его выжившими. Удачи, Рэнди. Ну, давайте начинать. Маленько разберемся с управлением. Мы что-то подобрали с нее. Волос? Последнее воспоминание о Карле. Больше ничего ты с ней не можешь сделать. Тело полностью покусано. Она была выстрелила в голову. Ей выстрелили точно в голову. Я так понимаю, ты же сам ее застрелил, ты, друг. Так, что нам можно сделать? Нам можно краситься. Перекатываться. Прыгать. Бежать. Бежать. Давайте разбираться по ходу игры. Акробатические трюки он знает, это хорошо. Довольно темная игра. Надеюсь, вам будет видно. Все. Выбивайте двери кнопкой X. Хорошо. Это правильное решение. Драться я не могу, так же, как и стрелять. Оружия у меня нет. Пока я могу только бегать. Хорошо. Что здесь? Доски сгнили и очень слабые. Как мне их разбить? Если я буду долго они стоять, они сломаются. Может быть, я смогу найти что-то тяжелое? Чтобы разбить их, наверное. Что у нас здесь? Давайте, наверное, сделаю игру маленько посветлей, чтобы на канале это смотрелось нормально. там сзади к нам кто-то подкрадывается. Как с ним драться-то? Попробуем просто свалить. Я надеюсь, он не умеет ползать. Сиэтл должен быть единственным безопасным местом. Что я подобрал? Непонятно. Пока ничего. Так, мы пошли на второй этаж. Там, где мы бежали, уже куча зомбаков. Очередная эпидемия. Так, наверное, давайте разбежимся и перепрыгнем. Вот так, хорошо. Ага, я понял, нам нужно уронить этот... Чтобы это не было большой ящик или двигатель какой-то. На зомбаков. Заодно разобьем пол. Хорошо. Эй, ребята, ловите подачу. Поберегись. Хорошо, упали. Там дальше ничего? Нет, что-то есть. Документы незнакомца. Его звали... По фамилии Чейз. Его фамилия была Чейз. RT Чейз. Так. Свистнуть с укрытием. Ух, чуть не упал. Так, а ребята, вы тоже туда, что ли? Я не хочу к вам падать. Че ждем-то стоим? Это что такое? А, это силы у меня заканчиваются. Ух ты, е-мое. Так, давайте перепрыгнем к лесенке. А, все, понял. У него есть стамина, и если долго висеть, то он не выдерживает и падает. Хорошо, буду знать. Так, тихо. Еще один двигатель. Еще один двигатель. Нам нужно, наверное, пододвинуть его, чтобы перепрыгнуть сюда. Но я и так могу это сделать. Там ничего. Ничего. Ну, давайте попробуем сделать так, как они хотели. Надо сказать, что на экране телевизора игра выглядит довольно красиво. Атмосферно. Единственное, что маленько темновато, но... Это и создает атмосферу. Насколько я знаю, игра полна головоломок. Это не просто шутер. Не платформер, где нужно стрелять во всех и вся. А пытаться убежать... От зомби, или как их здесь называют, тени. Используйте окружение для того, чтобы убивать ваших врагов. Нажмите зеленую кнопку и... Высвободите заряд на тень. Хорошо. Так и сделаем. Извини, брат. Я не хотел. Пока что нам... Наша цель найти семью нашего героя. Я не запомнил, как его зовут. Да, по-моему, нам и не говорили об этом. Что тут? Дверь. Хорошо. Вышли на улицу. Свет. Свет. Нового рассвета. Рассвет. Так, они вошли ко мне. Надо бежать. Особо не задерживайся на одном месте. Иначе схарчат тебе. Туда я не могу зайти? Нет. Так, что, попробуем прыгнуть? Хорошо. Еще прыжок. Надо следить за стаминой. Отдыхать периодически. Давай. Держись. Город разрушен. Вторая игра, которую я играю подряд. Где город полон разрушений. Так, нам говорят о том, что перед тем, как прыгать на дальние дистанции, пробуйте разбегаться сначала. Ну, это логично. Оп. Хорошо. Красивый вид. Закат. Он говорит о том, что те герои, которые были в начале игры, справились и сумели уехать. И говорит о том, что они этого заслуживают, что хорошие люди. Давайте смотреть, сможем ли мы выбраться. Так, здесь внизу электричество, надо быть аккуратным. Нам говорят, нажмите Y, чтобы подразнить зомби и привлечь их внимание. Давайте. Идите сюда. Безмозглые твари. Пожарьтесь. Вот так, хорошо. То, что у нас нет оружия, и то, что мы вынуждены использовать окружение для того, чтобы убивать врагов, это доставляет, потому что придает некий реализм игре. И невольно задумываешься, а что бы ты делал, если бы оказался один на один с такими тварями. Явно бы не бегал, не стрелял направо и налево, а пытался убежать от них. Так, а сюда можно забраться? Меня не ударят током. Так, а кстати, как здесь сохраняться? Автоматически. Автоматически. Может быть, нужно что-то выключить, нет? Ну да. Вот мы и умерли первый раз. Вот еще же знал, что не надо идти туда. Нет. Надо идти проверить, убедиться. Эмпирическим путем. А, ну вот, кнопка здесь, я поторопился. Что здесь? Аптечку мы подобрали. Но, он говорит о том, что сейчас она мне не нужна. Сейчас мне нужна, пригодится позже. Разбегаемся, прыжок. Перекат. Ой-ой-ой-ой-ой. Что здесь? А здесь, похоже, куча трупов и мухи. Запашок должен быть не из приятных. Нам говорят, разбегитесь для того, чтобы пробить эти доски. Хорошо. Пробрались мы в какой-то подвал. Здесь опять же трупы. Ну, трупы здесь должны быть повсюду. 4 июля 1986 года. Какой-то туннель. Так, свиснуть или прыгнуть? Ну, свиснуть. А теперь прыгнуть. Логично. Спускаемся мы в какую-то канализацию. Ну, я должен сказать, что игра мне нравится. Прям в удовольствие мне она. Так же, как и похоже, платформер Shadow Complex, вышедший в 2009 году. В удовольствие я поиграл в него. Так, что здесь у нас? Страница из книги. Поэма. Проведи меня через страдающий город. Проведи меня через всю эту боль. Дальше не успел прочитать. Может быть, еще что-то можно подобрать? Мертвые люди. Корпсы. Они не впечатляют меня. Он говорит о том, что мертвые тела меня больше не удивляют. Так вот, Shadow Complex, вышедший в 2009 году, был довольно отличной игрой. Платформер доказал нам, что такие игры еще актуальны в наше время и удивляют не меньше, чем 3D-шутеры и другие игры. Он был захватывающий, красивый. Прошел я его на одном дыхании. Как думаю, и эту игру я пойду на одном дыхании, потому что играть в нее интересно. Я что люблю в играх, это атмосферу, а здесь она присутствует. Это неоспоримо. Нам говорят о том, что нам нужно избегать глубокой воды. А я и не хотел, знаете ли, как-то прохладно, судя по тому, как я одет. Перепрыгнули. Давайте. Откачаем воду. Я прошу прощения, меня отвлекли. Итак, мы спустили Ох в воду. А, он не может плавать в глубокой воде, а по такой он может пройти. Главное, чтобы никакая тварюга не вылезла кто-нибудь снизу там. Так, это я что-то перемудрил. Наверное, просто нужно подняться. Так, там внизу трупы, да? Там может быть что-то лежит, давайте проверим. Ага, проверил. Не увидел я воду, невнимательный я был. Но будем знать, что... Все, что глубже, чем подбородок нашему герою, для нас смертельно опасно. Эй! Продолжаем. Сейчас, наверное, мы спустим и здесь, в воду, и пойдем уже по нижнему ярусу. Сначала проверим, есть ли что-то здесь. А там ничего. Так, я надеюсь, вот эти два товарища не проснутся. Потому что это будет не очень приятной встречей. Пробираемся через воду. Ну, я как и думал, блин. Давай, дружище, побыстрее, побыстрее, побыстрее. Они что-то быстрее тебя идут так-то. Давай, 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 друг. Ага, не можете, да? Тупые зомбаки. Так, нам налево или направо? Нам направо. Так, наверное, разбежимся. Вот. Давай, давай, быстрее сейчас упадем. Фу, успели. Так, что мы подобрали? Аптечку, хорошо. А как ее использовать? Судя по всему, никак. Ладно. Так. Ты дружелюбный парень, нет? Нет, не дружелюбный. Появились какие-то записи у нас в дневнике, я так понимаю. Давайте почитаем. Добро пожаловать в Сиэту. Это дневник нашего героя. Это все, что осталось от нашего мира. Умирающий оазис. Умирающий оазис. Больше нет воды, больше нет жизни. Война между людьми и тенями. Вымирание. Город полон покинутых машин, на которых люди пытались покинуть город. Короткий путь до безопасной позиции. Можно найти на другой стороне дороги. Как здесь листать? Никак. А, еще есть записи. 15 мая 85-го года. Я никогда не думал, что я смогу сделать что-то подобное. Писать свои мысли в дневник. Но что я теряю? Меня зовут Рэндал Уэйн. Друзья зовут меня просто Рэнди. Однако, у меня не много друзей, кто называет меня так. Я живу надеждой в маленьком городке Британской Колумбии. Мы окружены дикой природой, недалеко от Канады. Здесь у нас есть все, что нам нужно. Если сравнивать мою гору с другими городами, они просто мусор. Если говорить о тех городах, которые я видел по телевизору, мой, по сравнению с ними, выглядит лучшим миром на Земле. Я также люблю свою работу. Он работает в парке в Арден. Не знаю, выясню, что это значит. Ну, в общем, он работает в парке кем-то. В горах. В парке в горах. Может быть, смотритель или типа лесничего, наверное. Моя работа требует много времени проводить далеко от дома. И имею постоянный контакт с растительностью и животными. Ну, то есть, он в уши работает. Я часто лазаю по горам. Один. Человек может доверять горам. Горы никогда не разочаруют. Больше мне ничего не нужно в этой жизни. Иногда иметь кого-то близкого рядом довольно опасно. Обычные люди очень много говорят и часто разочаровывают. Мысли одинокого человека. Замкнутого в себе. Следующая запись. 6 июня. Я потерял чувство равновесия сегодня. Как бы... Не чувство равновесия, а... Ну, в общем, он потерялся немного сам в себе. Я в лесу. Отошел недалеко от кабинки. Но не смог найти путь назад. И вроде дорога была передо мной, но я не видел ее. Завтра я вернусь туда. Похоже, там есть... Неприятели, которые ищут проблему... На свою задницу. Я ненавижу людей, которые ищут проблемы. Потому что те, кто ищет, тот всегда найдет. Но то, что они найдут, может их разочаровать. Это будет не то, чего они ожидали. Вечером я нашел... Оленя. Который пытался перебежать дорогу. Это был странный день. 9 сентября. Куда ты спрятал мой дневник? Спасибо моей дочке за то, что она нашла его. Я забыл записать. Я знаю. Лето уже заканчивается. Такие мысли оборванные. То есть, что думаю, то пишу, грубо говоря. Я люблю упражняться в записи в дневнике. Это открывает мне самого себя. И хотя никто это не прочитает, это дает мне успокоение где-то внутри. Я чувствую, что я существую. Я также очень люблю читать подобные вещи. И книжки, которые я... Приношу с собой. Я был таким же, как и моя дочь, когда наш отец покинул... Моя мать и исчез надолго. Я думаю, что детство очень сильно повлияло на меня. И остается во мне до сих пор. И оставило неизгладимый шрам на моей личности. Живые воспоминания, то, чем я стал. Когда ты что-то покидаешь, это потому, что тебе это не нужно. По крайней мере, я так думаю. Я никогда не буду таким, как он. Я никогда не покину то, что я люблю. Между мной и моим отцом большая разница. Здесь очень много записей. Я, наверное, все устану читать и устану переводить. Давайте я просто пролистаю. Если кому-то будет интересно, он сможет поставить на паузу и прочитать сам. Просто попробую быстро, бегло пробежаться и понять. Как изменялась его личность со временем. Запись от 24 октября. Я боюсь ночи, я боюсь ночи, я боюсь ночи. И сны и реальны. Ну, в общем, я предлагаю эту серию на этом закончить. Я в промежутке между сериями почитаю этот дневник и в следующей серии изложу вам его краткое содержание, чтобы вы могли понимать, что из себя представляет наш герой. На этом давайте сегодня закончим. Игра радует, очень интересно в нее играть. Эта серия прошла на одном дыхании. Я не засек времени, но, я думаю, прошло довольно много времени. И на первую серию достаточно. С вами был AnybodyPlay. В следующей серии мы продолжим играть в Dead Light. Спасибо за внимание. Все, пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok